друзья мои дорогие всем добрый день продолжаем с вами тему абьюза и на очереди вот такой вот странный сложный необычный вид абьюза религиозный абьюз в этом видео по традиции именно вот под собираю самое основное самую суть по этой теме вообще образ религиозного духовного человека он очень такой опасный эффективный для манипулирования каких-то абьюзивных действий потому что очень сложно отделить суть от образа как такового плюс многим с детства внушали что если человек верующий если человек там с некой такой духовностью если тем более у человека но там даже не обязательно какой-то сан но вот это вот позиционирование что я вот такой верующий значит этот человек он априори там безгрешно его надо слушать он правильный да к сожалению кто-то со стороны родителей своих или других родственников подобное испытывает кто-то со стороны партнера или партнерша у кого-то такие начальники есть или коллеги какие они основные проявления религиозного абьюза ну во-первых религия как инструмент контроля я тебе устанавливаю правила при этом это правило но они такие очень априори очень правильные хорошие и неоспоримые ведь они же основаны на религии ты вот это должен делать а вот это не должен делать еще религиозный абьюз это способ протискивания такой своей конкретной доминирующей и элитарной позиции я решаю как вот все что я говорю она правильный ты меня слушай ты делай так как я говорю а я духовный человек я знаешь ли все по религии плюс те кто подобное практикуют они как раз себя снимают полную ответственность если ваш абьюзер или абьюзерша накосячил в чем-то неправ то это неприкосновенный человек а он молится он живет правильно это вы ничего не понимаете как вы вообще смеете еще тут рот открывать вопрос какие-то задавать еще очень есть интересная линия вообще снятия из себя ответственности в каких-то ситуациях со ссылкой на некий такой высший суд неважно там какую-то духовную силу то есть смотри тебя накажут то есть нет 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 я с тобой это обсуждать не буду смотри что тебе за это будет жертва такого абьюзера обязана смиряться и просто молчать то есть вариантов высказать свое мнение нету потому что что вот ведь что хотя нередко вот те которые как раз в абьюзивных целях это используют там может быть очень такая поверхностная трактовка какой-то религии ли там может быть очень такой знаете избирательно выдернутая из к из контекста истолкование ведь не все люди религиозные они абьюзеры разумеется так человек истинно верующий у него доброта любовь в сердце то есть там нет нужды постоянно кого-то выстраивать кого-то притыкать чем-то и так далее а вот как раз манипуляторы абьюзеры истинный да им без разницы что делать инструментом как раз религия это почва благодатная что хочешь на ней посади и она будет расти потому что можно сразу сказать тебе эта область знания недоступна или смотри тебя покарают или как же ты так можешь таким святым человеком религиозный абьюз это еще и газлайтин когда вам навязывают какие-то то мнение точки зрения когда он говорят что это вообще неприемлемо вот это считать вот это хотеть вы грешники вы какие-то падшие от вас все общество отвернется вас естественно в рай или там куда-то еще не возьмут плюс это такая вот позиция что вы в любом случае плохие с вами что-то не так вы грешники вы виноваты и религиозные абьюзеры очень любят морализаторство очень любят ханжество там это просто вот цветет при этом потом всплывает когда мы узнаем детали жизни этих людей много там чего происходит они изменяли они могли какие-то там не совсем достойные операции с имуществом проводить что там что только там не было во всей этой истории но там морализаторство там вот это вот самоутверждение за счет вот этой вот позиции ну конечно они же не духовные они же а вот я вот такой вот святой да особенно вот это вот под защитой высших сил то есть там аккуратненько может вплетаться магическое мышление то есть вас могут каким-то там непонятным судом пугать вам может внушаться что без меня ты вообще никто это я помолилась и у тебя там какая-то энергия пришла и тебе работу дали это я с тобой я тебя вдохновляю я за тебя молюсь поэтому у тебя деньги есть то есть всякое вот такое вот это способ отрицать как раз ваш какие-то проявления чувства эмоций нехорошо этаж не по морали еще это не стирание вашей индивидуальности то есть когда вас постоянно задалбливают тем что вот так вот по канонам жить а так не по канонам ты чего это высовываешься ты чего это какие-то грязные мысли какие-то увлечения какую-то одежду не такую да все что угодно пытаешься в свою жизнь вести нет вы в таком случае неудобные но не скажет же вам об этом абьюзер а когда это все прикрыто религии все так глазенько аккуратненько плюс нередко в отношениях с религиозными абьюзерами вот такая знаете мрачная атмосфера какая-то вот гнетущая подавленность вы по-любому уже виноваты вы по-любому уже грешники на вас уже таким тяжелым взглядом смотрят вот так вот там как-то прицокивают причемокивают и прочь это давящая атмосфера то есть вы всегда ждете какого-то очередного выпада с критикой причем на который вы не имеете права ответить потому что это же не этот человек вас критикует это же его или ее устами высшие силы вам правду доносят это нередко постоянные угрозы шантажи чем угодно адам высшим судом люди отвернуться и прочее а это ярлыки ярлыки которые навешивают на вас что вы какие там падшие недостойные навешивают на других людей вам не разрешают например с этими людьми общаться взаимодействовать вас изолируют нередко религиозный абьюз это и изоляция том числе это игра на публику то есть когда на публике это человек ой какая святая женщина ли ой какой мужчина но вот бывают такие а в семейной жизни это тиран там может быть рукоприкласса причем они там есть такие которые вообще как фанатики то есть они то вы там будете говорить ты что делаешь что творишь я я молюсь я святой вообще причем там до полное игнорирование какого-то контекста какие-то ваши неудачи жизненные сложности вам конечно же будут списывать на то что вы недостаточно верите вы не просветленный вас этим будут гнобить какие-то ваши успехи конечно же этот человек будет приписывать себе и говорить ну я за тебя грешника молюсь то есть и такие люди они оправдывают свои действия какие угодно религии при этом какую-то свою лень какое-то бездействие безответственность все что угодно они тоже оправдывают религии а я молюсь а я набираю сил а я независим от материальных ценностей то есть религии они могут прикрывать кстати измены вранье какие-то паломнические поездки или какая-то странная теория про то что надо любить все человечество там не переживайте вариантов очень много здесь очень важно работать над своей эмоциональной зависимостью где-то над своей наивностью конечно же автономность свое разве развивать не оправдывать поступки других людей верить в свое здравомыслие далеко не всегда все то что прикрыто религии философии какой-то магии мистицизмом окутано далеко не все из этого вообще является правдой и может быть допущено в вашу жизнь вам решать пускайте вы это или не пускайте приводите ваши примеры может быть еще что-то такое интересненькое есть потому что смотрю мало вот эта вот тема она раскрыта потому что конечно же вроде бы такая она табуированная но с другой стороны если абьюзер даже такое делают инструментом своих манипуляций своего абьюзивного поведения то почему мы должны об этом молчать друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч